Сервис Пресиден, минутку, сейчас я вам ссылочку отправлю в чат. Это сервис, который создает ленты времени на основе текстов, изображений и на основе ссылок. Ну вот, скриншот у меня на экране, ссылочка у вас в чате. Как это все выглядит? На ленте времени обозначены временными отсечками какие-то события, ну в данном случае у меня жизни классиков русской литературы 19 века. Пушкин, Грибоедов и так далее. При наведении курсорчика на вот эту вот полосочку цветную открывается вот такое всплывающее окошечко, где можно почитать дополнительную информацию. А если вы еще ниже полистаете, то эту ленту времени можно прочитать в виде такого списка. Сервис одно время был очень такой ограниченный в бесплатном виде, потому что он предлагал только ленты времени одну бесплатно создать и только пять событий на ней. Конечно, это очень мало. И сейчас, в этом году, о чудо, сервис увеличил бесплатный тариф. Сейчас здесь можно создать неограниченное количество лент времени с неограниченным количеством событий на них. Правда, если вы уже когда-то зарегистрированы были в нем, еще тот ого, как он поменял свои тарифы, то, к сожалению, у вас это никак не изменится в вашем личном кабинете. Как у вас было ограничение, так и остается. Поэтому вы можете создать новый аккаунт и пользоваться этим сервисом уже без ограничений. Вот такая хорошая история. Давайте посмотрим на него. Он очень расширил свои настройки. Здесь огромное количество настроек. Я даже про все рассказывать не буду, я просто покажу их в список, чтобы вы поверили, что действительно это очень функциональный инструмент. Давайте смотреть. Итак, у каждого события здесь есть карточка. Ну, к сожалению, сервис на английском очень хорошо переводится через Google Переводчик. Советую. Я тоже, когда затруднялась, переводила кое-какие моменты. Нажимаем на кнопочку «Создать событие», «Add event», и открывается вот такая карточка. Мы ее заполняем. Тоже, по сути, своего рода шаблон. Мы видим, что здесь название события, начало и окончание. Обязательные поля обозначены звездочкой. То есть обязательно название событий, дата хотя бы начала. Все остальное по желанию. Дата окончания события. Здесь есть до нашей эры. Вот этот вот эпрокс, который это означает, если у вас событие еще до нашей эры. Дальше. В разделе «Ноутс» мы можем вписывать тексты и ссылки. Плюс там есть еще немножко форматирование. Можно жирным шрифтом сделать, можно наклонным курсивчиком. Загружаем изображение через кнопку «More options» – дополнительные возможности. Там есть кнопочка для загрузки изображения. Загружаем с компьютера. На ленте времени вы можете выбрать, каким цветом будет обозначено это событие. Это color. Вот в данном случае зелененьким. Можете иконочку подобрать. Там целая библиотечка иконок есть. Ну и форму. По умолчанию прямоугольная такая форма будет на ленте времени. Можно кружочками сделать, можно овальчиками, там еще стрелочки есть. В общем, можно поэкспериментировать. И вот так каждое событие мы оформляем. Вот таким образом. Здесь, в общем, несложно все. Можно сохранить события, а можно сразу перейти к созданию нового. Create-энадо. Сразу откроется новая карточка и поехали дальше создавать. Одно за другим они у вас появятся на ленте времени. Дополнительно здесь есть такая возможность. Ну вот, пожалуйста, вот про Жуковского, например, покажу, как у меня заполнена была карточка. Вот название, дата жизни, дата смерти, выбран оранжевый цвет и описание. Ну и картинка прикреплена. Вот таким образом будет выглядеть заполненный вариант карточки. Дополнительно, если вы обратили внимание, вот здесь есть так называемый раздел lawyer. Это так называемый слой. Что это такое? Это такая дополнительная опция. Может быть, вам пригодится в работе. Все события можно разделить на слои. То есть на такие категории, разделы. Ну, например, если вы про одного человека рассказываете, про писателя, то можно отдельным слоем сделать его биографию, родился, женился и так далее. И отдельным слоем его творчества. Создание одной книги, создание другой. И тогда на ленте времени они будут разным цветом обозначены, и зрители могут передвигаться. Когда у нас были ограничения по пять событий на ленте, это, может быть, было и не актуально совсем. Но сейчас, когда у сервиса такие возможности, мы можем делать огромные ленты времени с большим количеством слоев. Ограничение до пяти слоев максимум. Ну, я думаю, это вполне достаточно для работы. Поэтому сначала мы создаем слой, если у нас есть такая задумка, а потом каждое событие к этому слою добавляем. Прикручиваем, хотела сказать. И они на ленте времени будут разделяться в два разных потока. Так, если у вас много событий, это хорошее решение. А вот теперь настройки. Настройки здесь очень подробные. Регулируется все, начиная с цвета, формат даты, как вы ее хотите, буковками, циферками, в одном порядке, в другом порядке. Дальше. События, опять-таки, как оно будет отображаться, в каком виде, в каком цвете и так далее. Слои, то же самое, как и события. Дальше. Можно даже ось и саму шкалу регулировать. То есть расстояние между временными отсечками, цвет этой оси, ширина и так далее. Шрифты, конечно же, можно добавить к вашему графику легенду. То есть рассказать, что какой цвет обозначает, например. Это хороший вариант, если вы что-нибудь делаете, такой производственный процесс какой-нибудь, ленте времени отображаете, там какие-то показатели, то, пожалуйста, в легенде можно об этом написать, что какой цвет значит. Единственное из всего здесь платного – это добавление логотипа. Ну, я думаю, это нам не сильно актуально. Все остальное абсолютно бесплатно и очень подробно. Я как раз вот на днях все эти настройки обошла, все еще раз осмотрела и обучалку написала по всем настройкам. Так что, если будет интерес, пожалуйста, читайте обучалку, там все более подробно рассказывано. На выходе мы получаем ленту времени, которую можем встроить на сайт в блог, можем распечатать в формате PDF, сохранить, естественно, тоже в формате PDF или как картинку и получить ссылку, само собой. Что осталось из платного? Платная опция совместной работы. Ну, большая часть, как вы видите, здесь абсолютно бесплатная.